Здравствуйте, уважаемые друзья мои, блогеры, зрители, блогеры СПИНИС, сотрудники КГБ Я вот прошу прощения, немножко внизу поредался, поэтому специально ничего делать не буду и так далее Значит, вот меня спрашивают, сегодня, да, 5 мая 2020 года Меня спрашивают про депутата Бондаренко, вот, КПРС Саратовского Знаете ли вы, как относитесь? Ну, я тоже нормально, я слушаю выступления, они, в принципе, нормально у него, правильно, говорит Но, давайте с какой проблемой мы столкнемся Ведь что сделал Ельцин? Самое страшное было не то, что он там развалил эти реформы Он поменял людей, он привел совершенно некомпетентных людей в управление И прервал, ну, связь поколений, если хотите, почти во всех отраслях То есть это были не реформы, фактически это было разрушение, решение огромной страны Вы знаете, в этом я издалека вы хотел зайти Вот могу тему обсудить Важность образования каким? Все-таки, понимаете, для того, чтобы стать, допустим, системой КГБ Это нужно закончить ведомственный вуз Практически все эти стадии Ну, я уже видел, что и Путин, фактически же, был Так же, как и Патрушев, так же, как и Бортников Ну, приходили инженера, заканчивали эти четырехкурсные, месячные курсы оперативного состава И этим на этом и заканчивалась армия Они служили в армии и так далее То есть, и в общем, на сегодня в руководстве ФСБ И в руководстве ФСБ никто не осталось таких, как я Тут проходил эти все стадии Мы все поуходили в 90-е годы Потому что ничего не платили Был полный развал Отношение было такое Ну, а эти ребята гражданские Им хоть кол на голове тиши Только дай им к силу, там, побаловаться в КГБ, в ПББ Для них это вызывает какой-то интерес особый там и так далее Потому что они всей стадии не походили, не изучали Ну, что там могут в четырехмесячных курсах Только вот купить-то и все Ну, дело, то есть, вот поколение Вот в этом плане, знаете, интересно было Вот по Чингисхану Я хочу сказать, что вообще, вот никто уже никогда не задумывался Чингисхан вообще И вот мы когда учились Там были работы Гумилёва и так далее Сегодня более серьезные работы выходят Вот Чингисхан максимум мог под ружье поставить 100 тысяч человек Потому что всего монголов, разных там родов и так далее Было всего миллион называют 100 тысяч Но вот с этой армии он смог называть Китай Население Китая Все там, все царства там было 140 миллионов В России, на Руси было 5 миллионов И, кстати, русский поход Это был, в общем-то, не поход Это просто Чингисханский поход Он шел на Хазаров Завоевать за степи И зашел за Россию, так сказать, для фуража И, в принципе, за 4 месяца он закончил Всю эту русскую кампанию Так вот, за счет чего? За счет вот выучки Они с рождения приучались Вот играть в эти игры Там и так далее Обрамные игры Где было распределение ролей Я уже говорил об этом, по-моему Да, вплоть до того, что даже Знамена выбрасывали И змеи запускали, чтобы управлять армией Они везли с собой 4 коня Да, так сказать, и так далее То есть, за счет вот выучки То есть, на самом деле, армия Это не количество штыков Это, чтобы была армия Ее нужно сначала научить Поэтому мы начали в годы войны Выигрывать только после 103-го года Проводить очень взвешенные операции Я уже, по-моему, тоже говорил Когда Академия Генштаба Все, начиная с командиров полков Всех провела через ускоренные курсы Научила Объяснила, что такое операции Как они готовятся Как проводятся Как проходят самую выручку Среди, так сказать, подразделений Ведь Гитлер Был совершенно не глупый человек И Генштаб его отрасли А немцы же сохранили свой Генштаб Они штаб свой сохранили Когда даже им запретено было в армию Иметь они там всяких в конторах Их переводили на нелегальное положение Но штаб они сохранили Гитлер добивался такой выручки У него была такая интересная система направлений Они на одном направлении Состочили в 10-7 раз преимущество И пробивали Деклины были Были котлы И они видели, что Советская армия совершенно не организована Не способна И за счет вот своей выручки Организации Немцы первые годы вели, так сказать Сорвезные наступления Победы Но тем не менее мы их остановили Кстати остановили уже Я говорил вам Уже под Под Смоленском В июле 41-го А первые месяцы Сидно были провальные Потому что было только-только Вот в 40-м году В 41-м там Первые месяцы набрали армию Еще штабских привели офицеров Которых вовремя не научили Так сказать Опыта у них не было И понятно, что армия немцев Которая прошла в 39-м году Всю Европу Отлаженно воевала Французскую армию побила Польскую Польская была Самой сильной армией Одной из самых сильных Поэтому То же самое Чингисхан Но Чингисхан Столкнулся С мамлюками В 1240-м Каком-то байду Под Русалимом Там была бита Мамлюки победили И спасли тем самым От Севера Африки Вот эти вот За военом Чингисхана Почему? Какой такой был мамлюк? Мамлюк с рождения Не только военным делом учился Он был прекрасным философом Писал стихи Вообще мамлюки В те годы военные Эти были люди Скообразованные Да, и вот за счет этого За счет того, что Так сказать Это вообще Вот я указываю 10, 9, 10, 11, 12 век Это же был Был расцвет арабской культуры Да, ведь когда В Европе Фома Аквинский Когда только в 12 веке Написал все свои догматы Когда пошла возрождение Да когда Константинополь Турки Османы Взаевали В 1453 году И вся интеллигенция Пошла в Европу Византийская Тогда появилась Их живопись И философские работы И так далее То есть А до этого там Что там Об этом плане Сильвестр Второй А мне Кстати О нем Говорит Кстати Булгаков Мастер и Маргарите Там Волод Говорит Что вот Есть труды Сильвестр Второго Папа Он был С 1999 По 1003 Год О нем Ходила Молва В Европе Это были темные века Десятый век Фактически Никакой культуры Там особо И не было Философов Не было В этом плане Я вам хочу сказать Мы же получали Превославие Через Византию Да А византийская Восточная школа Она была более сложной Там были философские школы Платона Аристотеля И так далее То есть Хотя Иосиф Тюня После годификации Запретил преподавание Античной философии Почему он понимал Что античная философия На порядок выше стоит Чем христианская Но дело не в этом И вот А Сильвестр Он воспитывался На юге Испании Там же они Подарабами были Он блестяще Выглядывался Встрономией Математикой И о нем ходили Слухи Как о сумасшедшем Как о мистике Что на голову Был образован Сильвестр Вон приехал в Москву По Гулгакову Для того чтобы Труды у него Годят в Москве Остались Я пошел Приехал его изучать Поэтому Так сказать Вот там этот Причем Самое удивительное Что Кураев В этом пишет Что Я у них в Москве Говорил Уступал Что Роман же он писал С 28-го года По 30-е В 28-м году В 1900 Было столетие Сотверждения Толстого И Кураев Правильно И что фактически Этот роман Диалог с Львом Толстым Да Почему Ведь начинается Он где На Патриарших Пурдах Вот такой Был Иван Бездон Без Домный Это было Как раз Так сказать Как раз Это вот Как бы было Как говорит Толстому Что вот посмотрите Вот ваша критика Православия Вот это Увлечение восточными культами Толстовство Которая кстати Была одной из самых Популярных Течений в России Да Даже большевизм Вообще близко не стоял То есть там Толпы уходили Военные Кто только И профессора Уходили в Толстовство И была И Была как говорит Посмотрите У него отец был Профессором богословия Он говорит Посмотрите Чем это все Закончилось Вот пожалуйста Бездомный Который пишет Там памфлеты На Христа Журнал Бездожник Но дальше Самое интересное Что бездомный Иван Он стал потом Через 7 лет Профессором философии Вот вам То же самое В 90-е годы Когда либералы Вдруг вставали Разрушены были Все школы Академии военные В академиях В том числе Учат и философии Сунимаются философией Историей Это очень важно Потому что На самом деле Это кажется что И так далее Поэтому Поэтому мамлюки Были не глупее Они военных Учили вот этому Высокому Общему образованию Потому что Без этого невозможно Вообще Так сказать Армия Но тем не менее Мы пережили Кстати были два периода Страшных Когда русские военные Не писали Это после революции И вот сейчас То есть нет ни писателей Вахтек Русскую литературу Создавали военные В том числе Врачи Булгаков был Врач Чехов И военные Толстой Лермонтов был Военный Капиталев Толстой Сегодня все это нет Тоже катастрофа Тоже надо все Начинать с нуля Поэтому Вот правда депутаты Я хочу сказать Ну Одно дело Там все правильно Но Управление Это сложное Создавать системы Системы В которых Были Алгоритм Который был направлен На развитие Модели управления Это очень сложно Не просто Такую систему Создавал Создал Сталин Такую систему Отчасти Была и у Брежнева После Хрущева Там действительно Были недостатки И все Вот Ельцин Конечно Все это разрушал Был полный хаос И сегодня Создана система Которая Алгоритм Который направлен На разрушение Государства Государство Не может Прямо Такой системе Существовать Поэтому Вот это Мы все Пережили Поэтому Сложный процесс Трудный Конечно Выкарабляемся Я вам хочу сказать Что вы еще не за этого Выкарабкивались И так далее Важен 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 кто лидер Капитан Командир корабля Вот он должен быть Действительно Образованный Вокруг себя Создавать команду Очень образованных Людей Толковых Которых Смогли В разных Отраслях Потому что Лидер Не может Знать все Но тем не менее Он ставит людей Поэтому Философия Поверьте мне История Социальные Науки Это совершенно Не вода Очень интересная Вещь И Она позволяет По крайней мере Понимать Человеку Что он не первый Раз и не первое Поколение Живет на земле И до него Жили Были трагедии Были проблемы После него Будут Вот такие дела Спасибо Вольт Бесу На все еще